Одно из важнейших качеств лидера — это умение выступать перед большим количеством людей. То есть необходимо научить своего ребёнка, поощрять его даже в этом, чтобы он мог выступать перед большой аудиторией. К примеру, в детском саду это могут быть либо утренники, либо какие-то другие мероприятия. Существуют как бы и перехваленные дети. То есть это плохую услугу оказывают детям те родители, которые завышают оценку достижений ребёнка. Например, изо дня в день, если повторять «ты у меня самый умный, самый талантливый, самый ловкий», то в будущем, когда такой вот перехваленный ребёнок столкнётся с реальностью, а он обязательно рано или поздно с ней столкнётся, кто-то окажется умнее его, кто-то сильнее, кто-то талантливее. Таким детям очень тяжело будет пережить неудачу, потому что здесь у него проявляются не лидерские качества, а он старается преломить детей, заставить их выполнять то, что хочет он. Это так называемый псевдо-лидер. В целом, лидерство – это хорошее качество. Его обязательно, если есть задатки, нужно их развивать, поддерживать. И в целом, даже если человек не станет ребёнок-лидером, то такие качества, которыми наделён лидер, это и энергичность, и жизнерадостность, и умение вести диалог, и организаторские способности, в принципе, они не помешают любому ребёнку и человеку в дальнейшем. Продолжение следует...